Где-то осенью Кирилл Седов как-то попросил меня, чтобы я рассказал или прочитал то, что я написал немножечко. Я написал довольно много, но тут так получилось. В этом году у меня умерла мама. И я о ней уже давно пытался писать. А тут еще мы с братом устроили вечер ее памяти. И до этого вечера я немножко сократил, сделал такую небольшую выжимку. И вот эту выжимку мне сегодня вам хочется просто прочесть. Потому что мама у меня была человек очень интересный. И мне вот захотелось просто познакомить вас с тем, что я написал. О ней писать было интересно. И так называется мама. Я так и назвал. Звали мою маму Фриду Бауэр. Фриду – это ее официальное имя, домашнее ее имя. У нас дома ее никогда не звали Фридой, а все звали Фирой. Хотя, понятно, это разные имена, но там уж сложилось у нас. И так я начну просто вот читать. Вспоминая, как мне в детстве нравилась замечательная мамина игра, Я однажды написал стихотворение музыкам. За стеной играет мама. Нужно спать, но мне не спиться. За стеной играет мама. Чистых звуков вереница. Сквозь меня плывет куда-то, Наполняя сумрак светом. Словно не было заката, И зима сменилась летом. Словно все цветы лесные расцвели воображение. Словно бабочки цветные надо мной вершат круженье. Словно я услышал пряный травянистый запах луга. Словно встретил я нежданно друга. Это удивительное и сладостное ощущение От дивных звуков в соседней комнате осталось во мне навсегда. Что-то мама рассказывала о себе сама. Что-то о ней я узнал от родственников. Многое осталось в моей собственной памяти. В этом своем небольшом повествовании Я постарался показать маму такой, какой она была. Яркой, невероятно талантливой, целеустремленной, Посвятившей всю свою жизнь служению музыке. Итак, Фрида в детстве жила в Киеве. По рассказам бабушки, Она была девочкой живой и веселой. В шесть лет ее отдали в группу немецкого языка. И за год Фрида стала почти свободно на нем говорить и писать. Причем готическим шрифтом. Это свое раннее знание она пронесла через всю жизнь. И когда спустя годы попала в Германию, Там все принимали ее за немку. Ведь у Фрида было не только имя и фамилия немецкая, Но и белокурая головка. Фрида очень нравилась соседам с верхнего этажа. Пианисту Тартаковскому и его взрослой дочери. Та однажды зазвала Фриду к себе, Желая угостить только что испеченным пирогом с корицей. Тогда такие пироги были в моде. Однако Фрида, вместо того, чтобы броситься к пирогу, Как поступило бы большинство детей, Подошла к стоящему у стены пианино И стала быстренько что-то подбирать. Причем спустя несколько минут уже двумя руками. Ты прежде, видно, уже играла на фортельяно? Спросил Тартаковский. Нет, ответила мама. Но я видела в кино, как играют музыканты. Тартаковский был настолько поражен, Что в тот же день зашел к родителям Фриды. У вашей дочери исключительные способности. Ее необходимо учить музыке. Мы не можем этого сделать. У нас нет инструмента, вздохнула циля. Мамина мама. Не беда, улыбнулся Тартаковский. Фрида пока может заниматься у нас. В первое время Тартаковский сам занимался с мамой. И был ей очень доволен. А потом он нашел Фриде учительницу. Но прошло два года, и учительница призналась бабушке, Что больше ничему свою юную ученицу научить не может. Девочке требуется более опытный педагог, сказала она. Купите букет цветов побольше, Я пойду с Фридой к профессору Михайлову. В нашем городе никто не научит ее лучше. Константин Николаевич Михайлов считался в Киевской консерватории лучшим педагогом. Кроме того, у него был фортепианный класс в главной музыкальной школе города. Именно в нее профессор и принял Фриду. Школа была платная. В какой-то момент обучение стало Бауэровне по карману. И тогда Константин Николаевич, полюбивший и оценивший новую ученицу, Сам стал оплачивать ее учебу. Мало того, Михайлов на несколько месяцев, пока у Бауэра не появилась пианино, Поселил Фриду у себя. В 14-е годы мама уже так хорошо играла, Что Михайлов подготовил ее ко всеукраинскому конкурсу пианистов в Харькове. Фрида, исполнившая первый концерт Шопена, получила тогда первую премию. А потом история повторилась. Так же, как предыдущая мамина учительница, Михайлов сказал, что больше ничему мама научить не может, И ей нужно отправляться в Москву. Собой Михайлов дал ей письмо к великому педагогу Московской консерватории Генриху Густавовичу Наигаузу, Сопроводив письмо словами, «Наигауз научит тебя всему, чего тебе не достает». Едва ступив на московскую землю, Фрида умудрилась разглядеть на стене, рядом с Киевским вокзалом, афишу. Афиша гласила, что в этот вечер в Большом зале консерватории дают концерт Константину Николаевичу Гугну, выдающийся пианист и педагог того времени. В программе значились любимые мамины Шопена Шуман. «Я обязательно должна попасть на концерт», сказала она маме, которая сопровождала Фриду в поездке. Цель даже не пыталась возражать, зная, что отговаривать Фриду бесполезно. Концерт произвел на Фриду ошеломительное впечатление, и когда на следующий день Цель напомнила, что пора договариваться о встрече с Нейгаузом, Фрида наотрез отказалась идти. «Я буду поступать только к Гугнову», – решительно произнесла она. Он удивительный пианист, лучше его, никто меня играть Шопена не научит. Узнав через знакомых адресы Гугнова, мать с дочкой уже на следующее утро по нему отправились. Константин Николаевич сам открыл дверь и, к удивлению Бауэров, едва увидел Фриду, воскликнул. «А я тебя, девочка, знаю, помню. Это ведь ты победил на прошлогоднем всеукраинском конкурсе, где я был членом жюри». Так Фрида стала ученицей Гугнова, причем одной из самых любимых. Ее приняли сразу на второй курс в консерватории. Проявляла она в учебе невиданное рвение, особенно по специальности. На выпускном экзамене в 1944 году Фрида исполнила третью санату Бетховена и своей игрой привела восторг председателя комиссии Шостаковича. А Игумнов подарил маме свою фотографию с такой надписью «Фриде Бауэр в память блестящего окончания консерватории с пожеланием дальнейшего развития дарования от искренне расположенного к ней учителя» Константина Игумнова. «Маме осталось только сдать экзамен по марксизму и ленинизму. И здесь ей, сталинской стипендиантке и вечной отличнице, впервые поставили четверку, что, конечно, сделали специально. Все вокруг это понимали, но ничего изменить было нельзя. Тем не менее, Константин Николаевич пошел к директору консерватории Шибалинов, но тот сказал, надо ждать лучших времен. «А в аспирантуру я все же могу ее взять?» – спросил Игумов. «Попробуйте», – неопределенно ответил Шибалин. Игумов попробовал, но после месячной подговоренности учебы мамино место понадобилось кому-то из дирекции для своего протеже. И Фрида оказалась на улице. Удалось ей устроиться на работу только в цирковом училище Топера. А до этого была у нее эвакуация, до этого была война, до этого была эвакуация в Чкал. И вот после победы она вернулась немножко раньше в Москву. Она уже кончала консерваторию. Они вернулись из эвакуации в 1944 году. А я получился благодаря тому, что папа мой тогда приехал на побывку на какое-то время. Вот так у нас сложилось. И вот, и после войны она работала аккомпанинатором в музыкальной школе. Больше она никуда устроиться не могла. Помог, как всегда, случай. Однажды в школу на выпускной экзамен пришел крупнейший педагог консерватории по классу Волончели, профессор Семен Матвеевич Козалубков. Он надеялся найти для себя будущих талантливых учеников. Кого из них он в тот раз нашел, не знаю. Зато после прослушивания профессор подошел к Фриде. Она аккомпанировала всем Волончели сам подряд. И сказал тоном недопускающим возражений. Что ты здесь делаешь? Тебе здесь не место. Завтра же придешь в мой класс. Будешь работать у меня. Так Фрида оказалась в консерватории. Вскоре она работала уже не только у Семена Матвеевича, но и у Галины Семеновны Козалубовой. Галина Семеновна Козалубова тоже профессор консерватории по классу Волончели, ученица Семена Матвеевича. А еще спустя некоторое время ее пригласил в свой класс племянник Галины Семеновны, молодой Мстислав Ростракович. Наступил 1953 год. Умер Сталин. Вскоре музыканты стали выпускать за границу. Однажды вернувшись из консерватории, Фрида сообщила, что студентов, кажется, начинают готовить к международному конкурсу. Может и ты когда-нибудь с ними поедешь, сказал папа. Мама только отмахнулась. Но это и вправду произошло. В 1955 году ее в качестве аккомпаниатора вместе с большой группой талантов, представляющих Советский Союз, отправили на конкурс велончелистов. Правда. Председателем жюри туда поехал Мстислав Ростракович. Слава, как называла его Фрида. Тем же самолетом летела в Чехословакию на гастроли и молодая Галина Вишневская со своим аккомпаниатором Макарова. Мама и Слава сидели в креслах недалеко от них и обсуждали какие-то дела. Но взгляд Славы постоянно обращался в ту сторону, где сидела красавица-певица. Наконец Славу не выдержал и сказал маме, занявшись. Фиусик, вы не могли бы кое-что для меня сделать? Все зависит от того, что вы попросите, дипломатично ответила мама. Ну, в общем, вы не могли бы представить меня Вишневской? Я же к ней не знакома, сказала мама. Это не страшно. Главное, скажите ей, кто я такой. И упирайте на то, что я замечательный виолончелист. Да и пусть она не смотрит, что я не красавец. Когда Галина узнает меня получше, она перестанет это замечать. Вот так и состоялось знакомство двух великих музыкантов. По выходе из самолета Вишневская пригласила Славу на свое пражское выступление. И влюбленный Ростропович, скупив все цветы на Вастовской площади, после концерта завалил ими перед Галиной всю сцену. По окончании гастролей Галина уехала в Москву. А Ростропович по окончании конкурса остался в Чехословакии еще на две недели. Там его попросили сыграть несколько концертов в маленьких городах вокруг Праги. И мама должна была ему аккомпанировать. Жили они в пражской гостинице. И оттуда добирались до этих городков на машине. Перед одной из поездок Слава предложил Фриде. Давайте возьмем один чемодан, чтобы не таскать лишнее. Мама согласилась. Слава бросил в ее чемодан что-то свое, и они поехали. Настроение у Альбой было отличное. Театр, где им предстояло выступать, был похож на крохотный большой театр. Слава пошел переодеваться. Спустя минуту раздался его взволнованный голос. Фиуся, где мой фраг? Оказывается, в чемодан он бросил одну манишку. В те годы музыканты еще не выступали так раскованно, как ныне, в фиджаках или даже в майках. Тогда нужно было строго соблюдать стиль и форму одежды. Слава был в панике. К счастью, администратор зала вспомнил, что, кажется, видел фрагу одного знакомого портного. Поехали. Оказалось, у того с довоенных времен хранилась темно-лиловая визитка на вальсе. Визитка эта с трудом на Славу нализала. К тому же в ней было ужасно жарко. Но делать было нечего. Так что спустя час, кревтя и отдуваясь, Слава выступил перед публикой, которая, кстати, ничего особенного не заметила. Концерт прошел с успехом. В рецензиях потом отметили не только замечательную игру Ростроповича, но и удивительные партнерские качества Фриды. После возвращения в Москву Фриду стали часто приглашать в качестве аккомпаниатора многие известные виолончелисты и скрипачи. В музыкальной среде ее вполне оценили. Она играла с тонкими и лиричными Валентином Тьегиным и Татьяной Применко. Но особенно маме нравилась играть с Юлианом Ситковецким, выдающимся мастером скрипичной романтической школы, который умер очень-очень молодым. А в конце 50-х Фриду попросил с ним поработать блистательный русский виолончелист Даниил Шафран, чья жена Нина Мусинян, которая прежде была его аккомпаниатором, заболела. У Шафрана гастроли в основном проходили за границей. И Фриде, чтобы не срывать концертов, приходилось часто отпрашиваться в консерватории, что в конце концов вызвало недовольство руководства. Маму вызвали в дирекцию и сказали, что дальше так продолжаться не может. Выбирайте что-нибудь одно. Либо консерватория, либо гастроли. И Фриде, конечно, выбрала гастроли, потому что одно дело аккомпанировать студентам, и совсем другое исполняет равноценные, по сути даже сольные партии, выступая с одним из крупнейших музыкантов мира. Фриде побывала во Франции, Англии, ФРГ, Италии. Везде прекрасный дуэт принимали с восторгом. Мамами стали говорить, как о лучшем компаниаторе страны. Но, как известно, счастья долгим не бывает. Нина Мусинян поправившись, снова решила играть с мужем. И Фриде оказалась без работы. В консерватории, куда она подумала вернуться, ей сказали, что больше в ее услугах не нуждаются. Мама сидела дома и плакала. И тут ей позвонил кто-то из знакомых, работавших в консерватории. От него она узнала, что там состоялось собрание, где зашел разговор о Фриде. И, взявшись слово Ойстрах, в отличие от многих, сказал, что такими замечательными музыкантами, как Бауэр, не разбрасываются. Маме, конечно, такие речи были лестны, особенно из уст Ойстраха, но словами даже хорошими каши не свадишь. А спустя неделю, да и Федорович сам позвонил маме и предложил поехать с ним на гастроли в Данию. Я прежде почти не играл со скрипачами, только с Светковецким, и не очень хорошо знаю скрипичный репертуар, сказала Эмифрида. Ничего, ответил он. Кое-что вы тем не менее знаете, остальное выучите, и первым делом возьмитесь за крейцерову сонату, Бетховина. Я скоро уеду, но через месяц нам нужно будет ее исполнить во время концерта в Копенгаге. А как же репетиции, растерялась мама. Две-три мы успеем провести до моего отъезда, а остальное доделаем в Дании. У нас будет до концерта целый день. И не волнуйтесь, не сомневайтесь, все пройдет отлично. Но мама все равно переживала, что ничего не успеет выучить. Ведь в Крейцерове сонате необычайно сложная фортепианная партия, рассчитанная на большие руки, а у Фрида ручки маленькие, почти детские. Но маме удалось придумать свою собственную аппликатуру в наиболее трудных местах. И все пошло хорошо, лишь один пассаж ей никак не давался. Боюсь, у меня уже ничего не выйдет, я не справлюсь, постоянно повторяла она. Справишься, обязательно справишься, успокаивал ее папа. Зная маму, он был абсолютно в этом уверен. Все, конечно, произошло так, как и предполагали Дай Федорович и папа. Концерт в Копенгагене прошел замечательно. Критики в газетах потом писали, что такого великолепного исполнения Крейцеровой еще никогда не слышали. Дуэт великого скрипача и его аккомпаниатора просто исключительный. Сразу видно, что они играют вместе уже не один год. После этой поездки Дай Федорович предложил маме стать его постоянным аккомпаниатором. Их сотрудничество продолжалось 15 лет до самой смерти Дай Федоровича. Вместе с ним и его женой Тамарой Ивановной, которая сопровождала мужа во всех поездках, Фрида объездила всю Европу, Америку, побывала в Японии. И в каждую страну в рецензиях постоянно отмечалась поразительная слитность и одухотворенность игры обоих музыкантов. Добавлю, что некоторые рецензии Дай Федоровича даже не показывали, потому что там часто говорилось, что игра пианиста была интереснее, чем игра скрипачья. Я храню эти рецензии, просто мне все равно это очень интересно. Первая поездка в Америку была очень интересной, но в тот день, когда мама там оказалась, убили президента Америки Джона Кеннеди, и концерты чуть было не сорвались. А после поездки в Израиль, уже спустя сутки или двое, началась шестидневная война. Папа тогда, шутя, спрашивал у мамы, как ей удается каждый раз организовать в странах, куда она попадает, все эти неприятности. Мама шуток не хотела понимать, и на папу обижалась. Второй раз в 1968 году поездка по Соединенным Штатам проходила нормально. Правда, и в этот момент приезд смертельно ранили брата Кеннеди Роберта, бывшего в то время министром юстиции. Что касается выступлений, то они прошли, как всегда, наилучшим образом. Оставалась последняя, самая ответственная в Организации Объединенных Наций. Но в день концерта с Фридой произошла ужасная неприятность. Она как-то неловко выходила из номера гостинца и защемила дверью палец. Палец распух и почернел. Боль была нестерпимая. Дэвид Федорович расстроился. Он решил, что мама не сможет играть, и концерт сорвется. Но Фрида заставила себя выйти на сцену и играла замечательно. Зал зарвался овациями. Никто из слушателей ни о чем не догадался. Тамара Ивановна и Дэвид Федоровича говорили потом, да вы, Фридачка, герой. Там же, в Нью-Йорке, на один из концертов пришла послушать Дэвид Федоровича Анне Фишер. Ленгерка, одна из самых известных в мире пианисток-женщин. С которой Фриду постоянно сравнивали. Говорили, что мама такая же романтическая манера игры. Так вот, когда концерт закончился, Анне Фишер зашла в ортестическую, представилась Фриде, сказала, что давно не слышала такой тонкой игры, а затем спросила, почему, Фрида, вы не выступаете соло? Очень хотела бы услышать Шопена и Шумана в вашем исполнении. Уверена, это будет великолепно. Мама отмолчалась. Она понимала, что Анне Фишер и представить себе не могла, что в Советском Союзе Министерство культуры никогда бы не предоставило Фриде такой возможности. Ведь мама числилась там пусть и отличным, но всего лишь и компаниатором, существом второго сорта. А сама Фрида устроить себе концерт не могла. Подобная своеволе не поощрялась. Да я, пожалуй, теперь и сама не хочу выступать в соло, рассказав мне о словах Фишер, заткнула мама. Я так давно играю по нотам, а не по памяти, что этого даже боюсь. Но дома мама для себя, самой и для нас часто играла Шопена, Шумана, Григо. Полонезы, вальсы, мазурки звучали в нашем доме постоянно. Играла мама удивительно легко, нежно, вдохновенно, вкладывая в исполнение всю свою душу, передавая, казалось бы, неуловимые оттенки, нюансы и тонкости их великих произведений. Я слышал в жизни самые разные исполнения Шопена, Шумана, Григо. Меня захватывало удивительное примекновение душевности игра Владимира Горовица. Я любил слушать пластинки с записями Микеланджели. Чудесно звучали вальсы и ноктюрны Шопена у Миле Гиллица и Якова Флиера. Мне доставляло огромное удовольствие концерт Григо исполнению Дину Липати. Но видит Бог, мамины интерпретации этих композиторов были ничуть не хуже. Она улавливала самую суть музыки. Мне хотелось, когда я ее слушал, и плакать, и радоваться одновременно. Также проникновенно играла она и времена года Чайковского. Мы с братом хотели ее домашнее выступление записать, но все откладывали, думали, что успеем. Не успели. И теперь уже ничего не поделаешь. Как-то раз я ее спросил, довольна ли ты своей судьбой? Да, конечно, не задумываясь, ответила мама. Я ведь играла самыми лучшими, самыми великими музыкантами мира. Играла на равных. И этого мне достаточно. Где-то в начале 70-х годов в одной из американских книг, посвященных выдающимся исполнителям, нам эту книгу принес тогда почитать прекрасный музыкальный критик, а ныне хозяин издательства «Музыка» Марк Зильберг-Квейт. Было сказано, что в мире есть три выдающихся скрипичных ансамбля. Яша Хепец, Эммануил Бай, Игуди Минухин, Хивсиба Минухина и Давид Ойстрах, Фрида Бауэр. Первые годы совместной работы мама ездила с Давид Федоровичем довольно часто. Иногда поездки длились 3-4 месяца подряд. Но ближе к концу его жизни количество поездок стало сокращаться. Давид Федорович теперь реже давал сольные концерты, больше играл симфонических, увлекся дирижированием. Мама, пока он был занят, играла с другими скрипачами, галанчелистами и даже певцами. Она часто ездила на гастроли со своей подругой, ученицей Давид Федоровича, лауреатом первой премии фестиваля молодежи и студентов в Москве Полидой Охтямовой. В те же годы мама выступала и с такими великолепными оперными певцами из Ленинграда, как Татьяна Лаврова и Александр Морозов. Они репетировали у нас дома, и голоса их разносились по всему Кисельному переулку, где мы тогда жили. Играла мамой с выдающейся скрипачкой, также ученицей Давид Федоровича, Лианой Сакадзе. Давид Федорович не возражал против этих маленьких выступлений, понимая, что ей это необходимо хотя бы по денежным соображениям, ведь зарплаты она не получала. Дело в том, что в те годы была такая практика, если в 50-е годы платили, просто маленькое отступление, если в 50-е годы они выезжали, платили за концерт, давали суточные, то потом в какой-то момент суточные сократились, а в какой-то момент стали говорить, что либо суточные, либо за концерт одну десятую часть того, что им полагалось, остальное забирало государство. Выгоднее было брать суточные. Поэтому, когда не было концертов, мама сидела вообще просто без денег. Итак, в это время Фриде после многих многочисленных ходатайств Ольстерка дали, наконец, звание заслуженной артистке, что было большой удачей, так как аккомпаниаторов, даже таких выдающихся, как мама, которых знали и ценили во всем мире, награждать было не принято. Зато во Франции, Италии и США Фриду за совместные ее дают федоровичем записи на пластинках там вышедших наградили очень красивой золотой медалью и несколькими дипломами, которыми мама очень гордилась. К сожалению, далеко не все произведения, которые они играли, были записаны на пластинках. Особенно мама переживала, что не осталось их полноценной записи Крейцеровой сонаты Битковиной. А недавно ее нашли, эту запись, так что, как я писал раньше, значит, теперь эта запись существует, даже в интернете. После смерти Ольстерка в 1974 году Фриде стала постоянным партнером Григория Жистина, замечательного скрипача, одного из любимых учеников выдающегося российского педагога Юрия Исаевича Никелевича. В 1967 году Гриша стал победителем международного конкурса по гонению в Италии, где от СССР выступал, кроме него, еще и Владимир Спиваков, завоевавший вторую премию. Мама, как более опытный музыкант, очень помогала Грише. Она работала с Гришей над каждой фразой, каждым пассажем и вносила чувства в его несколько холодноватую игру. Отступление маленькое. Мама, когда с ним занималась, и Гриша что-нибудь делал не так, мама сразу говорила, Гриша, вы идиот, давайте быстро это делать, надо переделывать эту игру. Так что вот так, были такие сложные отношения. Надо сказать, Гриша впитывал ее уроки как губка и на Фриду не обижался, проявляя тем самым не только терпение, но и ум. С ним мама тоже объездила полсвета, прежде чем он осел в Западной Европе, где с успехом занялся преподаванием. Обычно в афишах и рецензиях на их концерт обычно указывалось, что Григорий Житин играет с Фридой Бауэр пианисткой Давида Ольстерка. И так продолжалось много лет, что, конечно, не случайно, потому что пианистка Давида Ольстерка – это знак качества. Обычно в афишах и рецензиях на их концерт обязательно указывалось, что Григорий Житин играет с Фридой Бауэр. В 1982 году маме позвонила Нелли Школьникова и попросила сыграть с ней концерт в Западном Берлине. У мамы как раз было время до следующей поездки с Гришей, и она согласилась. Концерт прошел замечательно. После него в артистическую пришло, как всегда, множество людей с поздравлениями и благодарностями. Фрида, вернувшись в гостиницу, стала собираться домой в чудесном настроении, и тут к ней зашла Нелли и сказала, что ей нужно на день-два задержаться в Берлине. Поэтому она просит ее захватить с собой все документы по поездке и передать их по приезду в Министерство культуры. Мама, естественно, взяла бумаги, а на следующий день, едва она оказалась дома, раздался грозный телефонный звонок из Министерства. Оказалось, маму опередило сообщение по немецкой волне о том, что Нелли Школьникова попросила в Западном Берлине политическое убежище. Разразился скандал. На Фриду накричали, словно это она все устроила, и наложили запрет на следующую ее поездку. Сколько мама не объясняла, что она ничего не знала, ее не пожелали услышать. Вы наверняка были с этой невозвращенкой заодно, кричали на нее. Только спустя несколько месяцев Фриду вновь выпустили из страны. Но теперь в поездке с Гришей и мамой ехал еще и сопровождающий из органов. Мама называла его Васей. Этот Вася, получая за поездку столько же, сколько мама, а может и больше, не спускал с мамой и Гришей глаз. Присутствовал при всех их встречах, разве что в туалет с ними не ходил. Слушал все их разговоры, а потом писал о поездке отчет. В этом и заключалась его работа. Но мама только посмеивалась. Мне Вася даже удобен. Теперь носильщика просить не надо, он таскает мои чемоданы. Фриду гастролировала долго, почти до 80 лет. А потом резко в один день прекратила играть для публики. Как Гриша ее не уговаривал, сказала, хватит. Но пластинки и радиостанцию Орфи слушала потом каждый день. Потому что существовать она могла только в мире музыки. Разумеется, классической. Для нее такая музыка была и осталась самым высшим проявлением человеческого гения. Я, по-моему, видела твоего рода. Знаешь, как я? Мне чуть 55-й год. Цедри. 50 лет Чкалова. У меня тетка работала в детском театре. И я сидела буквально на первом ряду. Продолжение следует...